Сегодня мы снова поговорим про эквивалентность категорий. Кто помнит, мы в начале семестра сформулировали некое необходимое и достаточное условие того, что функтор является эквивалентностью категорий. Сейчас мы это условие наконец-то докажем. Давайте я сперва напомню. Говорят, что категории x и a эквивалентны. Если существуют такие функторы, f из x в a и g из a в x, то есть, что их композиция f, g из аморфно-тождественному функтору категории a, a g, f из аморфно-тождественному функтору категории x. Давайте посмотрим сюда, чем это понятие, эквивалентность категории, отличается от понятия из аморфизма категории. В из аморфизме категории здесь должно быть равенство. То есть, скажем так, из аморфизм категории – это обычный категорный из аморфизм в категории категории. Скажем, категории малых категорий. То есть у нас есть два взаимнообратных функтора и все. На самом деле, как я уже говорил, у нас есть в категории категорий есть дополнительная структура. То есть между морфизмами, там еще есть свои морфизмы. То есть между морфизмами в категории категории являются функторы, а между ними есть еще естественное преобразование. И поэтому здесь мы можем ослабить это условие. Не равенство, а изоморфизм. То есть существует естественное преобразование, которое является изоморфизмом функторов. Когда-то в начале мы говорили, когда естественное преобразование является изоморфизмом функторов, оно является изоморфизмом, если и только если оно само составлено из изоморфизмов. Все его компоненты это изоморфизмы. Ну вот, выполнено такое ослабленное условие. Теперь, значит, напомним такие еще слова. Ну тоже, в принципе, мы говорили. Значит, говорят, что функтор G полный. И здесь на английский язык слово полный переводится как full. Если он сюрреактивен на хом множества. И унивалентный, если он инъективен на хом множества. Унивалентный – это по-английски faithful. Верный такой. Но faithful нельзя переводить как… Еще faithful как точно переводится. Вот, например, если точное представление, оно переводится группой. Есть точное представление, какое ядро, тривиальное у нас, точное линейное представление. Это faithful representation. Но на русский язык его переводится как точный. Здесь нельзя переводить как точный, потому что точный имеет другой смысл. Мы об этом очень скоро поговорим. Тот точный функтор – это по-английски exact. Вот, это между абелевыми категориями, которые точную последовательность переводят в точную последовательность. Но мы об этом еще будем говорить. Поэтому здесь переводится как унивалентный. Так вот, унивалентный, если он инъективен на хом множества. Что он считает инъективен на хом множества? Что он разные морфизмы переводит в разные. Это означает, что у каждого. То есть для каждого морфизма G в категории Х между образами объектов существует F в А, что G это наше… Нет, GF это G маленькая. Ну, соответственно, для всех объектов. А, B из А. Потому что функтор, мы говорим, что у нас есть отображение на объектах и на множестве всех объектов, возможно, большого множества, и отображение на множествах морфизмов. Вот, соответственно, если он одновременно полный и унивалентный, это означает, что он биективен. Так вот, критерий эквивалентности, который мы хотим доказать теорема. И мы его даже формулировали в начале семестра. Функтор G между категориями, ну, просто какими-то категориями А и Х задает эквивалентность категории А и Х. Ну, что означает «задает»? К нему F есть еще, да? К нему существует соответствующий функтор F из Х в А. Да, чтобы вот эти два условия выполнены. Если и только если G полный, унивалентный и для любого объекта Х из категории, вот куда он идет, существует объект из категории А, что G, А изоморф на Х. То есть, смотрите, он эквивалентность, если и только если он биективен на хом множествах, и при этом не обязательно он должен во все объекты прийти, но для каждого объекта в образе функтора должен быть изоморфный. Вот что это такое. То есть, вот из этой теоремы уже видно, в чем разница между изоморфизмом категорий и эквивалентностью. В чем разница? То, что у эквивалентных категорий может быть разный набор объектов, причем сильно разный, но с точностью до изоморфизма. То есть, может быть больше изоморфных копий объектов. Ну, в принципе, мы так в математике не особо за этим следим. Вот сколько у нас групп разных, да? Вот сколько групп из двух элементов есть у нас. Потому что, например, в группу подстановок можно вложить, ну, СН, кучу подгрупп из двух элементов. Вот транспозиции, да? И, ну, не только транспозиции, пары транспозиции, тройки транспозиции. Это все подгруппы из двух элементов, которые мы можем вложить в группу подстановок. это все разные группы да наверно или одинаковые вот можно считать что разные можно считать что вот каждая копия вот это вот это все разные группы но только они изоморфные вот ну то есть за этим мы обычно не очень следим и поэтому вот понятие эквивалентности она более употребительно в теории категории чем изоморфизма бывает изоморфизм это бывает вот но в принципе в одну сторону доказать это не так сложно а вот в другое сразу же вот так в лоб доказать то есть сразу построить второй функтор f ну не очень ясно как если не пользоваться понятием сопряженных функторов вот в принципе вот когда мы его так говорим что 2 функтора f и же непонятно почему они должны быть сопряжены но и не обязаны вообще говоря не быть сопряжены но вот можно так оказывается подкрутить один из функторов что это уже будут пары сопряженных функторов то есть мы немножечко усилим теперь определение будем говорить не об эквивалентности категория о сопряжении эквивалентности в сопряжении я так их напишу то есть вот тут у нас есть x тут есть а один идет в одну сторону в другую сторону здесь у нас f здесь у нас же задают сопряжение эквивалентность поджоинт эквивалентность по-английски сопряженная эквивалентность категории x и а если ну понятное дело же правый сопряженный к f и значит единица сопряжения вот мы говорили что важную роль играет единица сопряжения и к единице сопряжения и единица это она у нас идет из получается тождественного функтора категории x сюда в же f и к единица а и селан и являются изоморфизмами функторов соответствующих функторов а а а а а а а ну понятное дело что если такое есть то категории они у нас эквивалент и потому что вот изоморфизм это видите тождественного функтора и вот этих композиций но другое дело что мы здесь требуем больше чтобы вот именно это было сопряжение ну и поэтому мы докажем следующий критерий там уже будет три пункта что же задает эквивалентность категории что же можно включить в сопряжение эквивалентность и же полный и унивалентный и выполнено вот это условие вот уже у нас это функтор на следующем клубе эквивалентные первое же можно включить сопряжение эквивалентность я где фотофунктор из x2 второго второго слоя вот это уже задает эквивалентность категорий ну и третье же полный унивалентный унивалентный и для любого объекта x малого из x большого существует объект а а что же а заморф на x давайте мы это докажем как как я уже сказал очевидно что из первого следует второе давайте докажем что из второго следует третье мы знаем что fg изоморф на тождественного функтора на а а и пусть у нас есть два морфизма f и g как говорят две параллельные стрелки то есть два морфизма у которых совпадает область определения и к область то есть область значений вот мы можем рассмотреть соответствующие это же у нас естественное преобразование можем рассмотреть такую диаграмму тут есть изоморфизм тут идут наши стрелки f и g b здесь fgf здесь fg g мало диаграмма коммутативна так как все естественное мы знаем что вот это вот изоморфизмы то есть стрелки можно направить в другую сторону можно вот так пойти раз потом вот так пойти и прийти сюда до отсюда у нас получается что если же f равняется же то автоматически f должно равняться же давайте наверно тогда все таки введем здесь обозначение то есть это обозначим как и епсилон а а это епсилон b то есть сопряжение пока никакого нету ну вот соответствующие эти у нас есть значит получается что f это епсилон b епсилон b fg на f епсилон a минус 1 ну и g то есть если тут только опечатка если g g большое f равняется g большой g тогда у нас значит f равно же можно вопрос почему там уже перепутан f1 a f1 b аааааа да 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 спасибо угу угу конечно угу То есть G унивалентен, аналогичный EF унивалентен. Вот, но еще раз напоминаю, что мы сейчас рассматриваем вот эту ситуацию. У нас есть просто пара функторов таких, что FG изоморф на тождественную, и GF тоже изоморф на соответствующему тождественному функтору. Вот. А теперь, ну вот, мы немножко схитрим, чтобы доказать, что он полный. Ну тут тоже, так вот, возможно, сразу и не сообразишь. Пусть у нас есть некий морфизм H из GA в GB. Что можно сделать? Можно применить к нему FG, да? То есть его в аналогичную диаграмму включить. Определим F следующим образом. То есть вот в середке у нас будет стоять FH. Здесь у нас будет стоять Epsilon A минус первой. Здесь будет стоять Epsilon B. То есть получается, что у нас коммутативна следующая диаграмма. Мы и так его определили. Вот у нас здесь идет FH. Здесь, соответственно, FGA, FGB, Epsilon A, Epsilon A, Epsilon B, B, A. И вот наш F. Вот так мы определим наш морфизм. Ну, логично, да, что вот если его искать, то он как-то так и должен выглядеть, да? Вот этот вот образ вот этого. Если H это GF для чего-то, то все должно вот в эту диаграмму вставать. Хорошо, да? С другой стороны. Можно же для F теперь записать диаграмму естественности. Просто уже вот для этого морфизма F. Напомню, что вот это, это все изоморфизмы. Какой отсюда делаем вывод? И это они здесь одинаковые. То есть здесь, смотрите, здесь изоморфизмы, здесь F одинаковые. Что тогда мы? Какой вывод можно сделать? Отсюда FGF. Пока что вот так вот мы можем сделать, что FGF равняется FH. Но так как мы уже отметили, что F большой тоже унивалентен, значит, мы можем на F сократить. И GF, сейчас, и GF малое равняется H, так как F унивалентен. то есть G полный. И последнее, конечно же, так как X изоморфно у нас G, F, то как бы это условие-то назвать? Ну, то есть, то любой объект из X большого изоморфен некоему объекту вида G большого от А, где А это объект в А большом. В принципе, вот тут вот все достаточно прямолинейно, за исключением обоснования того, что вот этот вот GF, это действительно H. Потому что, ну, если в лоб делать, как бы в лоб можно было бы сделать? Это надо, значит, применить здесь G, смотреть, чему равен образ, и может так не получиться. А тут вот, видите, мы немножко схитрили, мы такую диаграмму записали для определения. Ну, в принципе, понятно, что если F есть, то он должен выглядеть именно вот так. И еще и вот такой, и потом сравнили их. Вот единственное, здесь такой нелинейный момент, непрямолинейный. А так, в принципе, вот. То есть, мы доказали, что он полный унивалентный, и вот это условие выполнено. А теперь мы на основе, имея в руках вот такой фунт RG, построим просто к нему сопряженный. Покажем, что они вместе, ну, вот этот левый сопряженный F и G вместе образуют сопряжение эквивалентности. А если, может, здесь по этому пункту вопросы? Так, то есть, осталось из 3 получить 1. Так. Смотрите, вот у нас уже есть такое условие. И понятно, что соответствующий саморфизм здесь можно взять просто за будущую единицу сопряжения. То есть, положим, обозначим через F0X такой объект, что GF0X изоморфно X, а через это X соответствующий изоморфизм. Ну, вот, если мы вспомним о том, что было в понедельник, у нас были достаточные условия существования левого сопряженного функтора. То есть, мы говорили, что левый сопряженный там достаточно иметь функцию объектов, да, и иметь некую стрелку, да, вот тут нолик пока, пока что это нолик будет. Но эта стрелка должна быть не простой, а какой? Да, универсальным отталкивающим объектом в категории запятой. Докажем, что универсальный отталкивающий объект, так как вам сегодня много будем произносить это выражение, оно длинное, давайте сокращать его на письме у, 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 вот. в категории запятой х в ж. Ну и тогда будет следовать, что можно так определить вот этот вот функцию на объектах до функтора, что вот это будет левый сопряженный функтор. Что мы сделаем? Ну, во-первых, давайте поймем, значит, вот у нас есть эта стрелка, да, это объект категории запятой. А что еще там за объекты в нашей категории запятой? Это всевозможные морфизмы вида из x, из нашего фиксированного объекта, в некие объекты же А, где А это объект категории А большое. Ну и соответственно, что является морфизмами здесь? Это такие морфизмы F, что вот диаграмма коммутативная. давайте G здесь обозначим. Так, F0, да, спасибо большое. Пока ничего нету больше. Вот. И что мы видим? Во-первых, вот это изоморфизм. А, G-б екция на Hом множествах. Поэтому вот тут вот у нас диаграмма вот эта вот, она задает биекцию между G и F. в Г-б и Субтитры сделал DimaTorzok Это у нас отсюда сюда и F принадлежащее A, F0X в A. Отсюда для любого объекта категории запятой Существует единственный Морфизм F из это X в G. Ну, кто забыл, что такое категория запятой, наверное, он уже и перестал понимать, что здесь написано. Ну, я напомню. Значит, еще раз, что такое категория запятой? Здесь X фиксировано, и объектами являются Морфизмы во всевозможные объекты G, A, где A это Объекты категории A Аморфизмами между двумя Объектами категории запятой являются Морфизмы в категории A, то есть Не здесь, не G, а здесь морфизмом Аморфизм это F. Это очень важно Здесь, что морфизмом является именно F, поэтому Я здесь F и написал. Вот смотрите, это один Объект получается, категория запятой, А это второй И F между ними и морфизмом, если Соответствующий треугольник коммутативен Ну вот, это мы и записали Так вот, почему диаграмма-то задает Би-Экцию? Если у нас задан F, да То мы тогда, используя вот этот дезаморфизм Получаем Морфизм отсюда, да Вот мы идем вот так вот и сюда То есть из G, F, 0, X В G, A Так как же би-Экция на хом множествах Существует единственный F Такой, что G, F вот в эту диаграмму встает Вписывается, да То есть существует единственный соответствующий F для данного G Ну и наоборот мы можем взять F И однозначно получаем отсюда G Вот Все однозначно, поэтому би-Экцией получается, что действительно есть Единственная стрелка Вот отсюда, сюда всегда есть единственная стрелка То есть универсальный отталкивающий объект По критерию, который мы описали в прошлый раз Существует сопряженный функтор По теореме из прошлой лекции Существует левый сопряженный F из X, F, A Что F, X равняется F0, X Для всех объектов X маленькая из категории X большое И Я вот тут продолжу писать И вот это вот Это X, это единица сопряжения То есть и это X Единица Что нам еще осталось доказать Для того, чтобы показать, что это действительно сопряжение и эквивалентность То есть сопряжение есть Би-Экция Это не би-Экция, а изоморфизмы у нас есть Это изоморфизмы По построению Что еще надо? Для этого, для того, чтобы показать, что Ко-единица – это изоморфизм функторов Мы рассмотрим треугольное тождество Применим Ко-единице функтор G То есть рассмотрим такую штуку G Сюда пойдем G Сейчас Это G Здесь будет GFG А А здесь будет G Эпсилон А Тут у нас будет тождественный морфизм Треугольное тождество Мы их на прошлой лекции доказывали И что отсюда видно? Смотрите Вот это изоморфизм А это тождественный Что можно сказать тогда про G Эпсилон А Тоже изоморфизм То есть все Таким образом Все G Эпсилон А Изоморфизм Можем мы что-то сказать при этом Про Эпсилон Все образ Изоморфизм А может быть не ясно Те которые еще переводят тождественные Тождественные Да Ну давайте что-то вот Наверное тут не очень ясно Это Покажем что Что Эпсилон А Тоже изоморфизм Пусть у нас G Это G большое Эпсилон А Минус первый Ну так как это изоморфизм Есть обратная стрелка Да Но G оно Откуда оно идет Оно идет Между такими объектами В противоположную сторону Да Значит Эпсилон Это шло Вот отсюда сюда Это будет идти в противоположном направлении Это будет G А В Ж Ф Ж А Функтор полный Есть прообраз Ж полный Поэтому существует стрелка Ф Что Ж большое Ф Это же Мало Ну и давайте посмотрим Применим Ж К Эпсилон А На Ф Что это будет Это будет Ж Эпсилон А На Ж Ф Ж Эпсилон А На Ж Это будет Тождественный Изоморфизм Тождественный Морфизм Объекта Ж А Ну и Я В другую сторону Аналогично Это будет Тождественный Морфизм Объекта Ж Ф Ж А Так как Ж унивалентен Тождествен А Ф Равняется Такому Тождественному А Ф Эпсилон А Равняется Тождественному Ф Ж А То есть Эпсилон Из Ф Ж В Тождественной Категории А Изоморфизм Ну Мы тут Пропустили Один момент Который мы обсуждали В начале Семестра Что если у нас Есть Естественное преобразование Функторов Которые составлены Из Изоморфизма Все компоненты Изоморфизма Мы можем рассмотреть Их направить Все вот эти Изоморфизмы В другую сторону Получится опять Естественное преобразование И оно будет Обратным К этому Естественному Преобразованию То есть Получится Что Вот Само Естественное преобразование Составленное Из Изоморфизмов Объектов является изоморфизмом функторов. Ну вот здесь мы этим и пользуемся. То есть мы поняли, что вот так вот. Если тут вопросы. Ну такой замечательный критерий. Вот это очень хороший способ показывать, что на самом деле означает эквивалентность категории. То есть всегда можно функтор f подправить так, чтобы это стало сопряженностью. Но на самом деле мы здесь говорили, что f и g, а не g это правый сопряженный, а f левый сопряженный на самом деле в другую сторону тоже верно. То есть они сопряжены друг к другу с обеих сторон. Тогда g является левым сопряженным для f, где ε в минус первой это единица, а это в минус первой к единице этого сопряжения. Как это проверить? Ну достаточно, опять-таки, треугольные тоже что записать. То есть вот у нас... Такое тожество есть. А тут у нас εfx. Такое тожество есть. Кто-то там подсказывает, да? И можно все это в обратную сторону направить. Отсюда... Если рассмотреть обратные, то мы получаем, что... Вот отсюда получается у нас g, а... g, а, g, f, g, а. Пойдем в другую сторону. Это будет g ε минус первой, а. А здесь это минус первой g, а. g, а здесь fx, fx, fx. То есть, ну, здесь понятно, как оно что. Тут будет, соответственно, ε минус первой fx. Здесь это минус первой... Нет, f это минус первой x. То есть, такое получили, и теперь смотрим, что вот они... Они же... Эти... Это треугольные тожества для... Для сопряжения, в котором левая сопряженная, это g большое, а правая сопряженная, f большое. Ну, а мы говорили в прошлый раз, то есть, мы там несколько критериев доказали. В частности, если у нас есть пара функторов, между ними есть естественные преобразования в нужном направлении, для которых выполнены треугольные тожества, значит, у нас есть сопряжения, в которых вот это вот, соответственно, эти естественные преобразования, это единица и кое-единица. Ну вот, все и получается. Теперь дадим еще... Здесь есть вопросы? Дадим еще определение такое. Полная подкатегория C в категории D. Что значит полная? Здесь полная имеется в виду, что содержит все стрелки. У нас еще полнота в другом смысле понимается. Еще есть полна, мы часто в малом пишем, полна в малом, значит, существуют все малые пределы. Здесь полная как подкатегория, то есть содержит все стрелки. Какие-то части объектов и все стрелки между ними. C в категории D. Так, слушайте, что-то я не то пишу уже. Она нам в определении не нужна полнота. Нам она понадобится в критерии, ну, в достаточном условии. То есть просто подкатегория. Подкатегория C в категории D называется рефлективной. Соответственно, ко-рефлективной. Если функтор вложения C в D имеет левый, соответственно, правый сопряженный. Вот этот левый, соответственно, правый сопряженный называется рефлектором, соответственно, ко-рефлектором. КОНЕЦ А знаете какой-нибудь пример рефлективных подкатегорий где-нибудь? Знаете? Не, ну смотрите, все-таки это, строго говоря, фунтар топологический простан в категорию множества. Это будет забывающий фунтар, это другое. Там тогда к нему левый сопряженный, это будет свободный. Да, к забывающему левый сопряженный свободный, правый сопряженный К свободный. Вот. Там, потому что на одном и том же множестве можно разные топологии задать, да? И это не будет фунтар вложения. Фунтар вложения имеется в виду, что мы взяли подкатегорию какую-то, ну то есть часть объектов, часть стрелок, то есть мы даже не требуем, чтобы полная подкатегория, просто часть объектов, часть стрелок. И вот их сопоставляем им же самим, но уже в большей категории. Во, правильно. Мабелевые группы во всех группах. Это рефлективная подкатегория. Что будет с рефлектором? Да, 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 да. Так, ну да, это вот так вот. Мы уже говорили, что здесь у нас, да, уже это правый фунтар вложения, вот это левый, и единица сопряжения. Это будет у нас вот этот естественный гомоморфизм группы на ее фактор группу по коммутанту. Почему здесь есть сопряженный? Потому что если у нас есть Абелева группа А, то любой гомоморфизм в Абелевую группу однозначно пропускается через фактор группы по коммутанту. Ну, кто помнит третий семестр, тот об этом знает. Да, вот. Гомоморфизм из группы в Абелевую группу, соответственно, все коммутаторы переходят здесь в нейтральный элемент и все пропускается через это. Единственная стрелка, да, так как он сюрреективный, стрелка здесь единственная, поэтому это действительно универсальный отталкивающий объект в категории запятой. В какой категории? Ж в У. Где же эта группа, да? Объект категории групп. А У, это забываю, фунтар вложения. Фунтар вложения. Так, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Нет. Нет, абеллинизация нужен этот. Да. Это вот это вот будет у нас. Как бы это получше записать? Давайте его обозначим. Красивая. Вот. Ну, там, конечно. Так, сейчас, 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 сейчас. Подождите. Правый. Нет, все-таки в забывающий. В фунтар вложения здесь надо нам писать. Сейчас. Правильно все. У нас в категории запятой же гомоморфизмы между абелевыми группами. Тут вот мы применили фунтар вложения, когда рассматриваем гомоморфизмы просто из группы в абелевую группу. То есть тут незримо присутствует вот это У, фунтар вложения. И здесь мы между ними рассматриваем гомоморфизм уже как между абелевыми группами. Вот. Поэтому это просто вот так левосопряженный выглядит. А сам здесь этот, здесь фунтар здесь стоит, а здесь фиксированный объект. Не путайте. Вот. Так вот, предыдущая теорема позволяет сформулировать, сразу же выделить класс под категории, которые автоматически рефлективные. Кстати, вот для этого случая, сейчас мы увидим, он работать не будет. Значит, следствие из критерии эквивалентности. Если С полная под категория, в Д, и для любого объекта Д существует объект С, что Д из аморфа С, то С рефлективно. Ну и эквивалентно Д. Потому что фунтар вложения С в Д, полный и униваленный. Это за счет того, что категория полна С, полна в Д, она содержит все стрелки между теми объектами, которые попадают в С. Соответственно, фунтар вложения, он является объекцией. Ну вот, и я тут это условие опять не буду переписывать, то есть оно, конечно, тоже необходимо. То есть можно этот фунтар встроить в сопряжение, которое является эквивалентностью, и все будет работать. Вот у нас рефлектор. Смотрите, вообще говоря, еще что отсюда следует, что на самом деле достаточно в категории, вот мы говорили о том, сколько у нас групп порядка 2, да, есть, сколько вообще всего. Можно считать, что у нас ровно одна группа каждого, не каждого порядка, а в каждом, в классе из аморфных групп выбрать по одному представителю, и все. И рассмотреть уже, соответственно, рассматривать только гомоморфизмы между ними, это будет, что называется, скелет категории. То есть такая полная подкатегория, состоящая из представителей всех классов из аморфных объектов. Состоящая из представителей всех классов из аморфных объектов. Из аморфных объектов. Вот. Ну, правда, проблема в том, что у нас категория групп все равно малой не станет, если мы число объектов этих уменьшим. Ну, и скелет эквивалентен самой категории. Да, ну вот почему. Почему мы не можем здесь этот критерий применять? Конечно, у нас не каждая группа из аморфных объектов. Наша следующая цель – это доказать два критерия сопряженности функторов. Точнее, не сопряженности, а существование у функтора левого сопряженного. Теоремы две. Одна называется теорема Фрейда о сопряженном функторе. Вторая называется специальная теорема о сопряженном функторе. Теорема Фрейда, она, как сказать, она интуитивно ясней, но, как правило, применяют все-таки специальную теорему о сопряженном функторе, но мы увидим это все. Но перед этим, перед тем, как доказывать эту теорему, обсудим некие свойства функторов, которые являются правыми сопряженными. Оказывается, не любой функтор может являться правым сопряженным. А они кое-что должны сохранять. Значит, теорема. Пусть у функтора g из a x существует левый сопряженный. Тогда g сохраняет все пределы, которые существуют в категории А. Нам здесь не важно, малые, немалые, просто... И еще переводит мономорфизмы в мономорфизмы. Ну вот. То, что функтор сохраняет прям совсем все пределы, это тяжело проверять, да? Но вот то, что функтор сохраняет малые пределы, это, в принципе, можно проверить, проверяет он малые пределы или не сохраняет. Но вот это вот, одного этого, если у нас A и X это произвольные категории, этого недостаточно. Но если наложить определенные условия на A и на X, то тогда это же будет и достаточным условием. То есть вот у нас в объекте теоремах и Фрейда, и специальная теорема, и еще есть там ряд теорем. Там будет, значит, вот если категории А и X удовлетворяют определенные условия, они и так будут формулироваться, то функтор G, он имеет левый сопряженный, если и только если он сохраняет малые пределы. Но там в специальной теореме, там еще о пересечении подобъектов будут, то есть там тоже это будет, надо требовать. Или что категория мала в смысле подобъектов, да? Вот, то есть можно условия на категорию наложить. Ну вот, вот, как правило, когда категории хорошие, соответственно, функтор имеет левый сопряженный, если и только если он сохраняет пределы. Вот отсюда можно, например, что сказать? Функтор забывающий из категории Абелевых групп в категорию множеств, он сразу же у нас левый предел будет иметь, левый сопряженный. Ну левый сопряженный, это мы строим свободную Абелевую группу по множеству. А правого сопряженного не будет, потому что правый сопряженный, соответственно, если бы он был, у него был правый сопряженный, он должен был бы сохранять ко пределы. При этом, скажем, ко произведения в категории множеств это объединение, дизюнктные множества, а в категории Абелевых групп это прямая сумма. То есть он уже видно, что не сохраняет их. Вот отсюда можно увидеть, что ко свободных Абелевых групп нету. Нет, фунтар не имеет забывающий право сопряженного. Ну можно придумать и другие там некие структуры. Вот нельзя сказать, что это именно вот алгебрической структуры в классическом определении, но вот ко алгебры, скажем, забывающий фунтар из категории ко алгебр в категории векторных простав, он наоборот, у него правый сопряженный есть, то есть есть ко свободные ко алгебры, а вот свободных ко алгебр нет. Вот, ну а на этом мы останавливаться не будем, давайте обсудим это. Вот, в принципе, то, что он сохраняет пределы, это можно увидеть просто используя единицу, ко единицу сопряжения, рисуя диаграммы и так далее, но мы давайте это все увидим из определения. Значит, пусть у нас альфа житая в ажитая, это предельный конус а. Так, сейчас. Значит, пусть это функтор из категории ж в а. Мы даже не требуем малой-немалой категории, ж большой, просто функтор. Вот это вот предельный конус. Докажем, что g альфа житая и g а большого, g а житая, это предельный, тоже предельный конус. Предельный конус функтора g, t из g в x, композиции. Именно это и означает, что функтор сохраняет пределы. Предельный конус переходит в предельный конус. И давайте рассмотрим конусы всевозможные. Мы знаем, что по определению сопряжения у нас есть, естественно, объекция между fx и а житыми. а тут x из x в g а житыми. Соответственно, объекция переводит конусы в силу естественности по второму аргументу. Если здесь у нас был конус, смотрите, вот этот морфизм. Для каждого был набор морфизма, для каждого же, и он задавал конус с вершиной в x, то здесь у нас будет соответствие между конусами. Естественная объекция. между конусами x g а житая и fx. А житая, да? Вот. Соответственно, здесь мы уже будем пользоваться естественностью по другому аргументу. аргументу. То есть, так как у нас вот этот конус предельный, ну вот смотрите, взяли мы конус отсюда. Значит, он, ему соответствует конус здесь. Этот конус предельный, значит, он, точнее, вот конус, вот этот предельный, значит, вот этот конус, он у нас однозначно пропускается через вот этот вот через предельный конус. Ну вот здесь вот, соответственно, будет тот морфизм, при помощи которого он пропускается, а здесь у нас будет идти а, ф, х, альфа, житая. Здесь опять будет биекция, здесь будет х, ж, а. А, ну, соответственно, здесь уже будет а, х, ж, альфа, житая. Так вот, взяли мы конус здесь, так, 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 х большой, да, спасибо. Взяли мы конус здесь, посмотрели, какой конус соответствует ему здесь, нашли морфизм, через который он пропускается, то есть смотрите, так, 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 только мы здесь должны идти в другую сторону, конечно, да, вот так вот, исправим, вот так. Здесь мы нашли тот морфизм, который соединяет эти два конуса, ну вот он получается, что он отсюда получается, мы переходим в соответствующие компоненты конуса, значит, и здесь мы будем переходить в соответствующий компонент и конусу, причем, если бы таких морфизмов здесь было два, то и тут было бы их два. Давайте сейчас запишем. Значит, если у нас бета-житая из х в ж, а-житая, то ему соответствует конус гамма-житая, уже из fx в а-житая, и существует единственная f из fx в а, что диаграмма коммутативная. какая диаграмма коммутативная? Вот у нас есть fx в а-житая, здесь есть а, вот сюда вот, здесь альфа-житые, гамма-житые и вот наша f, которая существует единственная fx в а-житая, поэтому существует единственная диаграмма коммутативная для всех g, x в g, а-житая, g, а-житая, g, а-житая, g, вот. То есть вот тут вот мы нашли, после того, что вот это предел, мы нашли такое f, что f, как только мы к нему применяем альфа-житая, мы переходим в соответствующую компоненту вот этого конуса гамма. Взяли и перешли. Но мы же можем вот так пойти, здесь мы из f берем g, а, да, давайте, чтобы было понятнее, что мы сделаем. Мы вот эту же самую диаграмму нарисуем, но на ней отметим, что куда переходит, что мы на самом деле берем, каким морфизмом, да, наверное, лучше написать все-таки. g, то есть отсюда мы берем f, он здесь переходит в g. Здесь это получается гамма-житая, тут бета-житая. Поэтому, когда мы сюда перейдем, получится, что вот конус исходный, он пропускается через конус g, а вот через эти g альфа-житые. Вот когда мы композицию рассматриваем с этими штуками, мы приходим в исходный конус бета-житая. Если бы таких же было бы 2, им бы соответствовало бы 2 f. И если бы вот они вот так вот пропускались бы, да, то вот этот конус пропускался бы через 2 морфизма, гамма-житая пропускалась бы, вот таких вот f тоже было бы 2 штуки. Вот здесь вот тоже было бы 2, так вот тут, естественно, беекция. Ну, это такое доказательство, то есть оно короткое, но, возможно, необходимо посидеть и подумать. Можно делать это в лоб. Вот у вас есть предел, нарисовали стрелки, конусы, применили этот функтор к нему g. Если у вас есть какой-то конус такой вот, к нему применяем f, да, тут получается fg ажитое. Из fg ажитое при помощи к единице переходим в ажитое. Так как есть предел, находим вот этот сравнивающий морфизм. И так далее, опять все то же самое делаем. Но это дольше будет. Дольше, но при помощи, пользуясь естественностью единицы, к единице, их универсальным свойствам, можно и так делать. Вот, но мы и так сделали. Вот. Это мы доказали. Таким образом сохраняет пределы. Теперь с мономорфизмом. Есть вопросы здесь? Понятно вот это, что на геограмме-то происходит? Значит, пусть теперь M это мономорфизм. Докажем, что его образ это тоже мономорфизм. Что это означает? Пусть У нас есть два морфизма F и G в Gа Монорфизм. Такие, что Gm на F равняется Gm на G. Применим к этой диаграмме функтор F. Получается, что Fx Ff, Fg, здесь Fga, Fgm, тут Fgb. Как я уже говорил, сразу можно применить к единице. И опцион A. Тогда что мы получаем? Получается, что вот это вот у нас, так как вот эти равны композиции. Значит, Epsilon B Fgm на F большой F маленькая равняется Epsilon B Fgm, F большой Fg маленькая. Здесь мы можем воспользоваться коммутативностью диаграммы. Так, Epsilon A, M, Epsilon A, G маленькая, получается, что Epsilon A, Ff равняется Epsilon A, Fg, а что теперь? Что? Ну да, это как раз вот та объекция, которая у нас есть. То есть мы пользуемся тем, что у нас вот это вот, это универсальный притягивающий объект в категории запятой. Откуда-откуда, из F в A, двойственная ситуация. До этого мы рассматривали категории запятой, где фунтер был справа, здесь фиксированный объект, здесь наоборот. И, соответственно, так как они совпадают, получается, что у нас есть один морфизм отсюда, вот из этого объекта категории запятой, в это, точнее, два разных морфизма здесь есть. А это универсальный притягивающий, то есть морфизм только один может быть, вот он, F и G. Ну, можно сказать, да, что это по-другому, используя обозначение с предыдущей лекции. Здесь у нас фи XA минус первой на F равняется фи минус первой XA на G, откуда F равняется G. Можно и так сказать. То есть либо так через универсальный притягивающий объект, либо так. Ну, в принципе, мы сегодня больше ничего такого концептуального не успеем, поэтому давайте закончим это. А в следующий раз уже будет теорема Фрейда о сопряженном фунтере, в следующий понедельник.